Вечер в хату И жопы руки к нему наконец притронутся Но почитав ваши драгоценные комментарии я сделал вывод Что вам очень нравится смотреть как я страдаю Именно поэтому я подготовил для вас видео Где меня наебали на 200 евро какие-то цыгане в отпуске На которые я собирал целых 3 года И так как я не такой мажер как вы То у меня горит моё очко от ненависти и уныния Что эти 200 евро можно было пустить на восстановление моей некропомойки Или наконец отдать долги поверившим когда-то в меня надоедливым кредиторам Также в этом видосе будет тест драйв итальянского трактора Поэтому заварите чайфир и приятного просмотра Всем привет друзья Сейчас мы находимся в Таурумине Это один из самых дорогих сицилийских курортов В самой прекрасной солнечной Италии Тут есть всё что может ассоциироваться с Италией И запах свежей пиццы И вино И прекрасная архитектура старая Именно аутентичная В общем всё что угодно Но ваш отпуск который вы к примеру собирали Вот 3 года как это делал я Может обращаться очень-очень большой проблемой Которая называется аренда автомобиля в Италии Во всех странах всё было окей Принимали все карты Если там где карты не принимали Можно было заплатить кэшем Оставить какой-то залог или так далее И вот мы залазим и видим компанию B-Rent Которая предоставляет самые дешёвые машины Мы выбираем себе не самую дешёвую машину Ну получше Всё-таки машину мы берём на 12 дней И за довольно-таки разумные деньги там И мы выбрали Citroen C3 Всё хорошо уже запланировали Полностью пропутешествовать и на Сицилии Запланировали и в Милан И там поездить И там посетить много различных достопримечательностей Пляжев И уже арендовали там отели Как когда мы приехали На Сицилию Мы подходим Выходим прямо из аэропорта Для того, чтобы забронировать машину Как нам сообщают Что наша карта не принимает Пинули с тачкой Пиздец просто Мы зарегили тачку Ещё будущей в Минске Всё проплатили Там депозиты и так далее Они списали деньги Наши карточки То есть мы заплатили всё Мы заплатили и деньги за машину Сняли предоплату И в итоге, когда мы пришли уже к назначенному времени Нам надо на 12 дней тачку Это очень большая сумма То нам сказали Извините, чуваки Вы не можете заплатить Потому что у вас дебетовая карта А надо кредитная А кредитная, чтобы вы понимали Это только, наверное, в Америке там, блядь, находится То есть обычная карта С которой мы платим везде В ресторанах, в отелях С которой они взяли Сняли предоплату С которой можно по всему миру ездить Притом у меня виза гол Её сказали нет, нельзя Я попробовал другую карту Сказали нет, нельзя Там нету твоего имени Потому что это безыменная карта Это просто пиздец Для того, чтобы вы понимали, что такое дебетовая карта Это карта, с которой вы можете На которой вам может перечисляться зарплата С которой вы можете запросто пойти расплатиться с отелем Вы можете купить себе поесть Вы можете всё, что угодно сделать Если там есть деньги Всё, вы можете Это карта, где вы можете платить по всему миру Но в Италии Совершенно другая тема Это просто дичь, блядь Я вообще пиздец Мы провели тут три часа Мы ругаемся со всеми Мы не можем дозвониться Потому что там британский номер какой-то Я висел на ожидании 10 минут Так ничего не добились Пытаемся звонить Вайбер аут Не дозванивается Короче, это какой-то пиздец Просто, блядь И там нигде Там маленькими буквами Именно вот в самом Самих этих правилах написано Посмотрите Тут есть вот это вот Именно вот этот пункт Конченый Депозит и кредит карта информация Дебит карта not accepted То есть дебетовые карты Нормальные Которые во всем мире Именно И даже если ты где-то найдешь На сайте Вот эту информацию Тебя она не смутит Ты подумаешь Блин, ну Италия Развитая страна Ты сможешь там Как-то договориться Вопрос решить Ну хрен там Бля, вот эта компания Конченная Там даже, блядь Нормально с людьми Разговаривают Не могут пидорасы, блядь Сидят чисто Блядь, что-то там Объясняют Гондона Говорят Не занимайте очередь Даже любой вопрос, блядь Спросить пидорасы И в итоге получается Такая ситуация Что Мы нашли Какую-то местную Компанию, блядь Неизвестную Ноунейм И смогли Забронировать Фиат Пунта Дизельную За 280 евро С депозитом в 500 Знаете, ребят Про эту тачку Даже рассказывать Не хочется Да заткни Плюс еще Дается специальный ключ Противоугонная система Которую ты вставляешь Под руль Ну короче Вообще Ну херня 2008 года Какого-то Солярочное говно При том, чтобы вы понимали Едет она просто Отвратительно Тут колеса Кривые После каких-то Жестких демиджев Ну итальянцев Это не интересует При скорости Там В 90 в 100 Отдает в руль Ехать и путешествовать Вообще Очень неприятно Честно я вам хочу сказать Но у нас просто Не было Другого выбора Это самая дешевая Компания Местная Которую мы нашли И вы скажете Почему я вообще Так бомблю Вроде все хорошо Машина есть Ты находишься на прекрасном Курорте В неплохих апартаментах А вот что я вам хочу сказать Ребята Ведь деньги Которые мы отдали Изначально Заплатили онлайн Нам их Не вернули Одинаковая политика По Невозвращению денег Если Вы Дали Там Дебетовую карту Или Если у вас Недостаточно баланса Или если Есть какие-то Проблемы с картой Они вам Не возмещают Не возмещают Не только Предоплату Но и все деньги Которые вы внесли Все Было потрачено Куча времени Для того Чтобы Перебронировать Все отели Ведь мы Опаздывали Ведь У нас было Время впритык Нам надо было И там И там И там Быть И было потрачено Порядка полтора дня В этом курорте Для того Чтобы просто Разобраться С этими всеми нюансами Так как номера Находятся в Великобритании Ты звонишь с роуминга Ты не можешь Зазвониться У них Вроде бы Круглосуточная поддержка Но никто Не поднимает телефон С итальянцами Никогда Невозможно договориться Они никогда Не проебывают Все сроки Они не отвечают И вообще Все пофиг Им вообще Ну они Такое чувство Что они даже Не хотят работать И вот в этом Даже случае Они просто Забрали наши деньги Мы бы готовы Соплатить были И две И три тысячи Депозита Какого-нибудь Что просто Забрать Забронировать Нашу Нами Машину Но нет Мы ее не взяли И сейчас Нам приходится Звонить Списываться Мы потратили 50 евро На роуминг Для того Чтобы дозвониться Куда-то Притом Если вы не знаете Английского языка Вы вообще Никакой вопрос Не решите А вот тут Вообще Даже английского Не знаю Тут в основном Говорят на итальянском Вот и все Поэтому ребята Ни в одной стране Где мы путешествовали Ни в Испании Ни в Чехии Не было никаких проблем Всегда можно было Договориться Всегда можно было Там Они пойдут К нам На встречу Нет Тут нет Все Мы просто блокируем Ваши деньги И все Напишите Кстати Свой опыт Аренда автомобиля Были у вас Когда-нибудь Такие проблемы Потому что Сколько я не спрашивал У русскоязычных У всех проблемы Такие с карточками Именно в Италии По тупым Глупым Глупым Вообще законам Итальянцам Минус большой Я вообще просто Ну Италия Это последняя страна Где я хотел бы Просто жить А еще парковки Это сука По 24 евро В сутки Ну вы понимаете Досмотрев это видео До конца Ты узнаешь В итоге Развязку Этого Цыганского Наебалова Ну а сейчас Мой уважаемый Зритель Я хотел бы Переключить Твое внимание На тот Трактор Который мы Получили В свое Пользование Для путешествия По прекрасной Сицилии Хочу напомнить Что эта повозка Не только дороже На 100 евро Предыдущей Но и старше На лет 10 Если в этот момент Вы кушаете Сразу предупреждаю Что это видео Затруднит Правильному Усвоению Пищи Я не автообзорщик Я просто сейчас Еду вместе с вами В магазин И хочу вам Рассказать Про машину Прямо Про среднестатистическую Тачку в Италии И про Среднестатистический Портрет Итальянца Который владеет Вот Своим народным Автомобилем Насколько вы знаете Я не знаю Знаете или вы Нет Но несмотря на то Что Италия Является родоначальником Таких марок Как Феррари Там Ламборгини Там Альфа Ромео На самом-то деле Всем итальянцам Абсолютно Наплевать На чем ездить Они относятся К автомобилю Как Ну к велосипеду Вы же не относитесь Вот настолько Скрупулезно К велосипеду Блин Не моете его Каждый день Я не знаю Там так же И они относятся Машина есть Окей Нету Они запросто Сели на велосипед И поехали Короче Пойдем Я вам покажу Что это за тачка Какая она может вам попасться Если вы к примеру Ее снимаете в Италии И расскажу вообще Про эту тачку И я бы ее никогда В жизни не купил Но я вам ее Настоятельно рекомендую Сейчас вы узнаете Почему В основном Все ездят Вот на таких вот Машинах Если это можно сказать Или вот Вот Этот смарт Это вообще Более народная Даже машина В общем Если вы итальянец Вы скорее всего Купите Либо вот это говно Либо вот это говно Выбор особо Небольшой А 280 евро Плюс 500 залог На 13 дней Плюс еще Тут дают Вот такой вот ключ Вы скажете Что это за ключ Он открывает багажник Или что он там Должен открывать На самом деле Это ключ Системы безопасности Не знаю Почему в Сицилии Они все так боятся За свои машины Это же остров Отсюда Ни хера Ну может быть Потому что мафия Ну ладно Сейчас мы выезжаем И потом я вам расскажу Что это за тачка Короче смотрите Я уже это рожно завел Значит Это дизель Самое что интересное Я вам сейчас Ну в общем Я бы не снимал Честно говоря Вот этот обзор Потому что настолько Унылая тачка Но я вам расскажу Особенности Особенности вот этого всего Просто итальянского Вот Это дичи итальян Значит обратите внимание Это мульти джет Какой-то 2 Это турбированный Дизельный двигатель В общем Больше особо Как бы знать Про него Не за что Он едет Притом он имеет Крутящий момент 200 ньютонов Что довольно таки Неплохо Но самое что интересное Что вот этот вот Крутящий момент С 2 до 3 тысяч То есть ты реально С 2 до 3 тысяч Ты едешь Все Дальше Уже там 4 тысячи Вообще никто не живет Уже там нет дома Никого просто Ну потому что это дизель Это в основном экономичный Давайте посмотрим Внешнюю тачку Вот Обойди В общем Эта тачка Это полнейший уродец Просто Если сюда не поставить Какие-то вот красивые диски Все итальянские тачки Очень простые И уродливые Но как только туда ставишь Какие-то классные диски Все Тачка сразу же изменяется Есть конечно Какие-то там Тюнингованные Аббат Вот эти вот Все конторы Которые тюнингуют Они неплохо едут Но у нас Обычное Просто дерьми Вот обратите внимание Вот Это я немножко нажимаю То есть Тут лист металла Наверное 0,4 Какой-то Просто Ну это Это фольга Обычная Вот Хуже Хуже Просто салоны Нельзя было придумать Тут нету Ни Диджитал Экрана Тут Обычная Ручная коробка Обычно Все итальянцы Все итальянцы Ездят на ручной коробке Я не знаю Почему Они ненавидят Автоматическую коробку Ну просто Вот не знаю Может быть горные массивы Просто Или еще что-то Вот Пять ступеней Радио С дисками С дисками Ёлки-палки Машина Наверное 2016 года Потому что до сих пор Вот это все Тут еще диски Тут нету даже USB Тут нету даже Аукса Я хотел ставить Свою музыку Я накачал Я не смог ставить Я слушал Вот это итальянское Вот это Я нихера не понимаю Да Тут большой Пылесборник Ну там Куда можно Там много мусора Закинуть Все Есть Кондиционер С крутелками Вонючими И все Больше В принципе Знать ничего И не надо Садись Поехали в магазин Когда попадаешь в эту тачку Сразу начинает Сразу начинает вонять Просто адская Пластмасса Это какая-то Особенность Дешевых Бюджетных Машин И самое что Интересное Вот этот ключик Что я вам показывал Противоугодная система Если ты попробуешь Завести машину Так То она тебе Скажет Я нихера не понимаю Какой-то Срита Инсерита В общем Надо взять Вставить Вот сюда Куда-то Под руль Короче Этот ключ Взять Какую-то Личину Найти Не с первого Раза Попробовать Его Повернуть Я даже не могу Просто вот Вставить Как детальник Понимаете Ни хера не получается И только в этом случае Короче Ты можешь ее завести Но суть заключается в том Что когда ты едешь Машина Ужасная Просто какая-то Непослушная Неповоротливая Притом Когда едешь По итальянским Вот этим автобанам 110-120 Тебе постоянно Приходится держать Руль Потому что Ну вот ее постоянно Куда-то кидает Короче Убогая резина Руль постоянно колбасит Вот такие вот Машины Дают в автопрокате Потому что Даже автопрокату Когда ты платишь За это деньги Наплевать Просто на эту машину Я не знаю Они ее дают Немытый Вонючий Какой-то Короче Блин Я даже не знаю Что рассказывать Но просто Это ужас Единственный Конечно плюс Вот когда я начал Заправляться в Италии Когда я начал заправляться Я тогда Вот Весь кайф Как бы От этой машины Я ощутил Потому что Мы проколесили Сетилю вдоль и поперек И я заправился Всего лишь навсего На 40 евро Это где-то 25 литров Дизеля Блин Соляры Я бы на своем Вот я езжу на старом Местедесе Я бы наверное уже Целый бак бы Выехал Ну тут отлично Коробка Обычная машина Обычная Валкая Дешевая Говно Но Хочется отдать Должное Что эта машина Дешевая В обслуживании Простая подвеска Спереди Макферсон Сзади Полу Независимая Торсионная Все Больше ничего не надо И если вы будете Себе ее покупать Как поджопник Для того Чтобы возить говно Я вам рекомендую Если вы хотите Машину мечты Тут нету ничего Из понимания Машины мечты И вот мы сейчас Поставили эту машину За 2 евро в час На центральной парковке В этом городе И если вы будете Брать машину В Италии Опять же Чтобы вы не попали В такую же ситуацию Как и мы Берите ее За наличные Прямо в аэропорту Потому что Там Как говорится Во всей Италии Не принимаются Дебетовые карты То есть Обычные Карты Поэтому Будьте На чеку Но путешествовать По Сицилии Лучше всего Конечно На автомобиле Я не сказал бы Что тут Самые красивые Дороги Но все таки Местами они Очень сильно Завораживают И кстати Очень хорошего качества Когда мы брали Этот таз В прокатной Компании Я попросил Этого петуха Чтобы он Внес В специальный Протокол Первичного Осмотра Все даже Малейшие Царапинки На кузов Включая Ебнутые Кем-то До нас Колесо Которые Я вам показывал Ранее При этом Будучи с телефоном В руках Я решил Зафиксировать Нюансы На видео Что в конечном Случае При сдаче Авто Уберегло Нас От штрафа За это же Испорченное Колесо Уже Другой Еблевый Петух Принимая Машину Сообщил Нам Что Протокол Был Где-то Удивительным Образом Проебан И что Компания Может Вычесть Из нашего Депозита Гроши На новое Колесо Когда же Я показал Петуху Видео Он Наконец Отыбался А я Перекрестился Ведь денег У меня Оставались Понты Хорошо Что я Все-таки Не удалил Это видео И удостоверился Еще раз В гостеприимной Итальянской Хитражепости В общем Короче Мы Спустя 13 дней Все-таки Нам еще Не вернули Деньги Но Мы Походили По Милану По центральному ЖД вокзалу И тут Стоимость Одного Одной сутки Маленькой машины То есть От 100 евро Представляете Это просто Бессмысленно Притом С ценой парковки Оставлять ее на ночь Брать ее Бессмысленно Мы Да Мы хотели Съедеть На озеро Кома Посмотреть Как Живет Владимир Соловьев И другие Пропаганды Но Суть в том Что Мы Зашли Как раз Таки В эту Компанию Беренд Который Мы Потеряли Деньги И они Сказали Что Они Могут Принять Дебетовую Карту Вы Представляете В чем Проблема Я не Понимаю Просто На острове Они Не могут Ничего Принять А тут Они Могут Принять Это Ну Сделать Исключение Это Просто Какая Итальянская Чехарда Честно говоря И вот дорогой зритель Ты досмотрел Это видео До конца А это Означает Что Либо у тебя Слишком Много Времени На хуйню Либо Ты Такой Жерас Пиздяй Как И я Другого Объяснения Почему Люди Досматривают Мои ролики Целиком Я Еще Не Придумал Ну А если Пошла Такая Пьянка То Предлагаю Тебе Подписаться На мой Лайв Канал Где В скором Времени Выйдет Полное Видя Про То Как Можно Выебать 1500 Евро Живых Денег В путешествове Мечты И получить Ощущение На хуй С маслом В общем Это уже Совсем Другая История Но Все равно Спасибо Что Ты Досмотрел Ну А если Ты Хочешь Узнать Как Все Таки Эта История Закончилась То Ругаясь По Эмейлам Компания Бирент Окончательно Выслала Нас На хуй И мы Смирились Доставили И неважно Сколько Бы Ты Внес Хоть Бронируй Феррари По Дебетовой Карте Все Деньги У тебя Отожмут Весело Да 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 Редактор субтитров Корректор Корректор